С вами Азбука Инвестора, я Марьяна Минскер. Здравствуйте! Тема этой программы – выбор брокера на Форекс. Для эффективной работы на Форекс, безусловно, необходимо наличие проработанной и проверенной торговой стратегии. Это позволяет стабильно получать прибыль и минимизировать риски по сделкам. Без четкого подхода любое резкое движение цены может застать вас врасплох. При этом отсутствие четкой стратегии подпустит к торговому счету главного врага трейдера. Эмоции, воплощенные в двух всадниках фондового апокалипсиса – страхи и жадности. Однако, вырабатывая противодействие основным своим противникам, трейдеры часто забывают о другом риске – системном, связанном с брокером. Проблемы могут носить как общий характер, например, банкротство компании, так и частный, связанный с техническими проблемами и особенностями ведения торговли. Немаловажную роль играет и техническая составляющая. В России эталонным качественной работой на рынке Форекс являются крупные финансовые компании. Но даже они не застрахованы от потерь. Выбор надежного брокера – не менее важное дело, чем сам процесс торговли. Для того, чтобы определить, насколько надежен кандидат на место вашего брокера, необходимо удостовериться в длительной истории работы, наличии лицензий и соответствии деятельности компании законодательству. Важно, чтобы у брокера была продуманная система страхования ответственности перед клиентами и система риск-менеджмента внутри самой компании. При рассмотрении системы риск-менеджмента необходимо обратить внимание на то, как осуществляются расчеты по сделкам и кто несет риск потенциальных убытков брокера. И, конечно, нельзя забывать о правовой прозрачности. При этом стоит ориентироваться на размер бизнеса финансового посредника. Процесс лицензирования, конечно, сам по себе отсекает явных мошенников. Однако опасность потерять деньги в фирме-однодневке несоизмеримо выше, чем у брокера, который предоставляет доступ своим клиентам к финансовым рынкам уже не один год. Критерии выбора торгового посредника также зависят от суммы, которую вы планируете положить на счет. В случае размещения у брокера значительных средств, не лишним будет поинтересоваться о гарантиях их сохранности. Кроме того, необходимо внимательно изучить договор о сотрудничестве. Многие подводные камни можно выявить уже с помощью этого документа. Впрочем, серьезные компании в своей деятельности руководствуются не только договором, но и публичным регламентом совершения операций, в котором прописаны всевозможные нюансы, в их числе торговые условия, типы ордеров, спорные ситуации и многое-многое другое. Отсутствие упомянутого регламента уже должно насторожить потенциального клиента. Расчеты с зарубежными фирмами, даже не обязательно офшорами, могут попасть под антиотливочные компании, как в России, так и за рубежом. Следует помнить и о аспектах работы на мини-форекс, когда клиент играет с самим брокером, фактически не совершая никаких операций на международном рынке. В этом случае брокер часто работает в букмекерской лицензии, что может привести к возникновению спорных ситуаций. Дело в том, что любые операции при работе на подобных условиях приравниваются к сделкам пари, то есть не подлежат судебной защите. Наш эксперт Елена Хрупова, аналитик Квоутру. Елена, какие критерии выбора брокера наиболее важны в России? Основным критерием выбора брокера в российских реалиях является величина компании и ее опыт на российском рынке. Как правило, крупные компании заботятся о своей репутации и имидже, поэтому вполне добросовестно предоставляют свои посреднические услуги клиентам. Кроме того, многие брокерские дома на рынке Форекс дают своим клиентам рекомендации и аналитические материалы относительно наиболее перспективных инструментов и валют, что также может оказаться весьма полезным российскому трейдеру. Лучше всего обращаться в крупные компании за предоставлением брокерских услуг по Форексу. При заключении договора на что надо обратить внимание? В России до сих пор не сформирована устойчивая законодательная база в отношении компаний, предоставляющих услуги доступа на рынок Форекс. Поэтому до сих пор некоторые брокеры работают с лицензией на игорный бизнес. При заключении договора желательно обратить внимание на соглашение о рисках и упоминание о рисках в договоре. Крупнейшие дилинговые центры для обоснования своей деятельности в сфере электронных торгов в России используют такие документы, как договор поручительства для проведения операций, который регулируется статьей 361 Гражданского кодекса, а также договор на информационное обслуживание, который заключается между фирмой и клиентом на оказание услуг по обеспечению информацией и техническими средствами для передачи ордеров купли-продажи. Наконец, большое значение имеет торговая платформа. Под качественными условиями работы обычно имеют в виду наличие точных котировок и конкурентных спредов, то есть разницы между ценой купли и продажи. Важно проверить наличие возможности торговли с гарантированным исполнением отложенных ордеров, современность торговой платформы, а также наличие широкого инструментария и возможности начисления процентов на торговый депозит клиентов. Не лишними будут и ежедневные аналитические исследования. Удачных вам инвестиций!